МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Эрудит пятерка!" АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! У нас, как обычно, каникулы. Вот такие бы веселые, хорошие, отдыхающие. И вот так случилось, что во время школьных каникул пришли к нам в гости питомцы областного профильного оздоровительного лагеря для лидеров ученического самоуправления. Вот они, какие у нас в студии. Так что не просто там знатоки, а будущие, ну, скажем, сейчас они лидеры самоуправления. Дальше, глядишь, лидеры нашего белорусского комсомола БРСМ. Потом, глядишь, чиновники в рай, горы, сполкомах. Вот поднимают наше полесье, нашу глубинку. А там, глядишь, кто-то и в президенты выбьется. Так что путь у вас широкий, высокий и далекий. Итак, лидеры ученического самоуправления у нас сегодня в студии на нашей орудии пятерки. Ну что, начинаем нашу уникальную телевикторину. Играем! Слева от меня, слева от меня в синих шарфах команда Ильи Барковского. Илья, ну, лагерь областной. Вот в вашей команде откуда люди? В нашей команде ребята из Будокошелева, из Лельчиц, из Гомеля, из Светлогорска и Гомельского района. О, как хорошо. Кристина Никовцова, капитан красных, комиссар красных, я бы сказал. Кристина, у вас откуда люди в команде? Из Гомеля, из Октябрьского района, из Петриковского и из Ветки. Великолепно, замечательный город Ветка, очень его люблю. Ну, а Гомель, конечно, на первом месте. Итак, правила вы знаете. Что ж, пора начинать. Блев, игра. Мы с нее и начнем. Да, нет. Илья, у кого у вас в команде самая развитая интуиция? Мы подумали и решили, что Ваня Чешун ответит за нашу команду. Хорошо. А Кристина, у вас? Парень из Ветки, Максим. Итак, Иван против Максима. Вперед! Блев, игра! Итак, блев, игра. Я могу говорить правду, могу бессовестно, ну, не очень бессовестно, все-таки врать. А вот, а вам нужно либо улечить меня во лжи, либо согласиться с моей правдой. Итак, начнем. Верите ли вы, что первая планета от Солнца – это Марс? Прошу, Иван. Нет. Да, первая планета от Солнца – это Меркурий. И Иван зарабатывает первые пять очков для своей команды. Верите ли вы, что в сутки наблюдается два прилива? Прошу. Да. Да, конечно, это установленный факт. Счет равный, пять-пять, играем. Верите ли вы, что человек, как и обезьяны, относится к отряду приматов? Прошу. Да. Да, конечно. Вот история пошла. Верите ли вы, что князь Миндауг, или как его сейчас называют, этот цвет, Миндаугас, был коронован в Вильне? Прошу. Нет. Нет, в Новогрудке, отлично! И неужели у нас случится чудо, и все пять вопросов блеф игры будут отыграны в положительную сторону? Итак, поехали. Верите ли вы, что на православной иконе «Чудо Георгия о змее» святой поражает змия мечом? Да. Нет, нет. Копьем он его поражает. Сходите в Ветковский музей, либо в любую церковь, и увидите, что он поражает змия копьем. Не разыграли один вопрос. 10-10. Блеф игра завершена. 10-10 равная, хорошая, красивая игра. Ну, а теперь вы услышите пять тем игры дуэльной. Итак, дуэль-игра. Каждый из вас возьмет на себя одну тему. Ну, я вам целых пять секунд дам, чтобы вы решили, кто именно что на себя возьмет. Итак, внимание. Первый бой, ну, все-таки лидеры, лидерский бой. Второй бой, сладкий бой. Третий, сказочный бой. От детства вы еще недалеко убежали. Четвертый, цветной бой. И пятый бой у нас, водяной бой. Вот такие разные темы. Пять секунд, поехали. Вот чувствуется все-таки школа ученического соуправления. Быстренько, без всяких проволочек, решают проблему, решают, разделяют, делегируют поломочия, разделяют ответственность. Итак, внимание. Первый лидерский бой. Илья, кто готов идти? На лидерский бой все-таки схожу я. Отлично. Кристина, у вас? Тоже рискну я. Лидеры, вперед! Капитанский бой, два лидера команд. Нащупайте кнопку, Илья, или вы как Нео, так хопа, и она у вас работает. Итак, внимание. Я вам буду давать словарное определение качеств необходимых лидерам, вот, а вы мне эти качества, собственно, будете озвучивать. Кстати, Илья, вот какие вы считаете необходимейшие качества для лидера? Ну, два-три буквально, бросьте. Так, ну, думаю, это трудолюбие всегда, это должно быть уверенность в себе и, наверное, харизма все-таки. Великолепно. Кристина, что вы можете добавить? Целеустремленный, коммуникабельный и ответственный. Великолепно. Ну, в принципе, можно уже не играть, 15 очков накинуть Илье, 15 очков Кристине и вернуться на свои места, но мы должны отработать все-таки эфирное время. Итак, внимание. Не останавливающийся в действиях перед трудностями и не знающий колебаний в осуществлении приятных решений. Прошу, Кристина. Нездающийся. Нездающийся, понятно, у вас? Целеустремленный. Целеустремленный. Ребятушки, незнающий колебаний в осуществлении принятых решений, это какой? Решительный. Решительный, конечно же, не разыгранное. 5 очков в лидерском бою. Играет. Синонимы к этому слову. Синонимы к этому слову. Знающий, сведущий, осведомленный, квалифицированный, сильный, подготовленный. И даже есть такой синоним, как Копенгаген почему-то. Надо посозвучивать. Прошу. Компетентный. Компетентный, отлично! Ну, совсем простой вопрос. Несущий ответственность за что-либо. Прошу. Ответственный. Ответственный, это правильный ответ. Синонимы к определению. Труженик, работяга, работящий. Кристина? Трудолюбивый. Трудолюбивый, отлично! Ну и последний, самый легкий, легко вступающий в контакт. Общительный. Илья был первым. Коммуникабельный. Коммуникабельный, конечно же! 20-20. Абсолютно равная игра. Следующий бой! Итак, сладкоежки, сластеные, готовьтесь выходить в бой, потому что бой у нас сладкий-пресладкий. Кто у нас самый сладкий в команде «Синий»? Вита, самая сладкая в нашей команде. Отлично! Ну, кто прямо такой засахаренный у красной? Кристиночка. Снова Максим. Итак, Вита против Максима, вперед! Спасите! 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 Максим, это ваш второй и последний выход к стойке. Больше двух раз у нас не появляются у микрофона, у кнопки, у сигнальной лампы. Так что покажите, на что вы способны. Родная ветка, чтобы за вас не краснела, а белела. Играем. Так называют человека, который любит сладкое. Фальстар у вас. Максим, за этим очень строго следит наш электронный судья. Вита. Сладкоежка. Сладкоежка, Рисла Остен, это правильный ответ. А певца с приятным голосом, например, Баскова, могут назвать таким. Тема у нас сладкая. Ну? Сладкоголосый. Умница, это правильный ответ. Это и сумчатые грибы, которые ищут со свиньей на поводке, и такие вкусные шоколадные конфеты. Ну, у него же не пробовали. Я вот даже мог бы назвать кондитерскую фабрику, но у нас, к сожалению, скрытая реклама запрещена. Максим, трюфели никогда не пробовали? Пробовал. А конфеты или грибы? Конфеты. Конфеты. Грибы вы, конечно, не пробовали, там, тысяча баксов за килограмм. Играем. Согласно христианским обычаям, на второй спас освещают плоды и этот продукт. Да. Яблоки. Плоды, это понятно. Яблоки, продукт. Три, две, одна. Вита, я рыдаю вместе с вами. Ну, Максим, что же за продукт такой животного происхождения? Животные сладкие, сладкие. Три, две, одна. Да мед это все, господи, медовый спас. Что, не слышали ни разу? Итак, последний вопрос. Горькая правда, как известно, лучше сладкой... Лести. Лести. Не согласен. Максим, у вас шанс есть. Правда. Подожди, горькая правда лучше сладкой... Лжи. Лжи, это правильный ответ. Вита выводит свою команду вперед. 30-25. Синяя впереди. Команда Ильи Барковского оторвалась на целых пять очков. Следующий бой. Итак, Илья, кто в вашей команде еще помнит то, что ему рассказывала няня Арина Родионовна, или бабушка, или мама? Сказочки кто помнит? Ваня считает, что самоначитанная в нашей команде, и мы ему доверяем. Понятно, самоначитанная. То есть мамы не было, бабушки не было, няни не было, сам все читал. Молодец. Самостоятельный мужик. Кристина. У вас. За сказки отвечает Даник. Хорошо. Ваник против Даника. Вперед! А так называют человека, который сочиняет или рассказывает сказки. Прошу. Поэт, писатель. Понятно, у соперника есть шанс. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Рассказчик. Рассказчик. Ребята, у нас сказочный бой. Сказочный, конечно же. Играем. Эта пара обычно упоминается в зачине русских сказок. Прошу. Дед да баба. Ну или старик со старухой. Жили-были старик со старухой у самого синего. Ну и дальше. Продолжаем. Самый известный сборник арабских сказок называется... Прошу. Тысяча и одна ночь. Блестящий вам! А вот Якоб и Вильгельм известны не менее, чем Андерсон, скажем, или Перро. А фамилия у Якоба и Вильгельма какая? Двое их. Намекаю, что они братья. Грим. Грим, конечно же. Это правильный ответ. А в этой современной сказке есть даже герой, которого нельзя называть. Прошу. Гарри Поттер. Гарри Поттер и так далее, и так далее. Да. А я уж боялся, что ни одного очка не принесет Даня к своей команде. Тем не менее, получилось. С 45-30 Иван сделал свое дело. Иван может уйти. Следующий бой. Здравствуйте! Илья, кто у вас не дальтоник? Кто цвета различает? Мы доверяем это дело Насте. Хорошо. Кристина, команду надо спасать. 15 очков в отрыв. Кто? Спасет Карина. Карина. Настя против Карины. И вперед! Итак, цветной бой. Начнем. Так называют борцов за экологию. Ну, цвет. О, прошу. Зеленый. Зеленый, конечно. Знаете, цветной бой. Так называют место, где посажены цветы. Она же клумба. Ну, прошу. Зеленая. Понятно. То есть вышла, растут цветы. О, зеленая. Так, Настя? Возможно, разноцветная. Понятно. Цветник это называют. Продолжаем. Сказочный Оли Лукои раскрывал над хорошими детьми зонтик с яркими картинками. А зачем? Так, сказки явно не читали. Так, а чтобы деткам снились хорошие сны. Продолжаем. Родиной этого овоща, этой капусты, считается Кипр. Что же за капуста такая? Прошу. Цветная. Цветная капуста. Отлично. Когда человеку все безразлично. Какой это цвет? Прошу. Фиолетово. Все фиолетово, говорят. Когда безразлично, отличное. Ответ. 55-35. Синяя. Впереди у нас следующий бой. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. Играем дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ Большие реки часто заканчиваются этой, так сказать, буквой древнегреческого алфавита, когда впадают в море. Дельта. Отличный ответ. Браво. АПЛОДИСМЕНТЫ Так говорят об очень дружных людях. Поговор. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Выражение такое. С водой. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу. Не росли вода. Не росли вода. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, знал же ведь, знал. Согласно шкале Фаренгейта, вода делает это при температуре плюс 32 градуса. Да? Испаряется. Нет, не испаряется, к сожалению. Есть шанс. Закипает. Закипает. А разница между закипает и испаряется. Да нет, все, все, все. Первое слово дороже второго. 32 по Фаренгейту вода либо замерзает, либо начинает таять. Ну, тут зависит, в какую сторону меняет температура. Теперь вы это знаете. И заканчиваем. В сказках мертвой водой делали это. Вот мертвая вода и живая вода. Исцеляли кого-то. Исцеляли. Ага. А вот точнее, можете сказать? Что значит исцеляли? Ну, в сказках кого-то там, ну... Ну, порупали мужика мечом. Дальше что? Принесли мертвую воду. Они на... Ну, и что случилось с мужиком? Побрызли на мужика. Дальше. Ну, и он возродился. Возродился, я не согласен. Не оживляли. Вот что я из вас вытаскивал. Не оживляли мертвой водой. Но... Ну, я думаю, что их исцеляли, чтобы они попадали на... Может быть, правильно. Что-то такой человек сказал, что я даже сам не понял. Итак, вот смотри. Лежит болтырь. Порубанный весь мечом. На него побрызгали мертвой водой. Что случилось? Понятно. А зал прямо так... Аж попрыгивает на местах. Дело в том, что живой водой оживляли. А мертвая вода только раны залечивала. Затягивались раны. Вот теперь вы это знаете. Со сказками я так чувствую, кроме Гарри Поттера, совсем никак. Но, тем не менее. Тем не менее 70-35. Такой половинный счет. Тест игра. Вперед. Вот такое ощущение, что мы сейчас на гражданской войне, и в город входит ходница Буденного. И жители красные, красные. Да, студия болеет за красных. Красные пока проигрывают. Я в них верю. Но, тем не менее, Илья так же победительно улыбается. Ну что, это же мы, это же команда Ильи Варковского. Илья, тест игра игра с вариантами. Белая тема у нас с белым цветом. Мы будем играть. Кто готов? Настя хорошо себя показала, поэтому она и выйдет. Хорошо, Настя, готовьтесь. Кристина, кого отправляете в бой вы? Карина, я же говорила, что она спасет команду. Хорошо. Итак, Настя, против Карины, вперед! Тут все просто. Нужно нажать кнопку и назвать правильный вариант. Такое у нас скоростное, централизованное тестирование. Итак, белыми воротничками обычно называют. А, школьников, Б, офисных служащих и Ц, протестантских священников. Прошу. Офисные служащие. Да, это белые воротнички, вы правы. Плюс 10. Настя, Карина, я в вас верю. Символ Соединенных Штатов Америки. Это белоголовый А, орлан, Б, сокол, Ц, гриф. Прошу, Настя. Могу предположить, что это гриф. Гриф, не можете вы так предположить, неправда это, Карина? Буква А. То есть вы считаете, что это орлан? Да. И это правильный ответ, символ США, гологоловый А, орлан. Карина подняла 5 очков на подборе. Играем. Маскируясь на снегу, подбираясь к тюленю, белый медведь закрывает лапы. Вот еще, белый медведь. А, глаза. Б, нос. И, С, уши. Прошу, Карина. Нос. А зачем? Ну, чтобы его не было видно, он же черный. Браво, блестящий ответ. Медведь белый, он считал, весь белый, кроме носа, естественно. Браво, 10 очков. В Индии белый цвет символизирует А, невинность, Б, чистоту и Ц, траур. Прошу. Могу предположить, что чистоту. Чистоту, увы, это неправильно, Карина. Невинность. Невинность, все бы вам чистота и невинность. Ребятушки, только у нас черный цвет траурный. В Индии, умер кто-то близкий, облачаются в белые одежды. Теперь вы это знаете. Играем. Белые ночи в Петербурге кончаются. А в мае, Б в июне и Ц в июле. Ну, А, Б, Ц. Нажали, сказали. Июль. Июль, вариант Ц. И вместе с белыми ночами и правильным ответом Карины заканчивается наша тест-игра. Десяти очков и вбросила с другой стороны площадки. 80-60. Карина, вы, на самом деле, спасли команду. Браво! Следующий бой! Ну, дорогие вы наши лидеры ученического самоуправления. Сейчас вы будете смотреть в глаза своим более взрослым коллегам. Потому что тема нашей слайд-игры, игры с картинками, это политические лидеры. Кто знает их всех в лицо своих будущих коллег? Илья. Такую трудную миссию на Вадима возлагаю. Ну, Вадим у нас серьезный такой мужик, да. А, Кристиночка, у вас? Сергей. Итак, Вадим против Сергея. Вперед! Жать ничего не нужно, жать ничего не нужно. Мы начинаем с выигрывающей пока команды. И я обращаюсь к Вадиму. Итак, кто перед вами? О! Ленин. 15 очков, отлично. Сережа, с вами? Сталин. Это Иосиф Сергеевич Сталин, плюс 15, хорошо. Вадим, ваш человек? Черчилль. Вообще, так, мельчане произнесут. Черчилль, ну я засчитываю, плюс 15. С вами играем? Спасибо. Ганди. Ганди, прекрасно! Махатма Ганди, в переводе Махатма, великая душа. Теперь вы это знаете. Прошу вас. Увы. Сережа, может вы знаете мужика? Сейчас. А еще этот мужик говорил, у меня есть мечта. Человек, который поборол расовую сегрегацию в США. Это Мартин Лютер Кинг. Теперь вы это знаете. Сергей, играем с вами. Кеннеди. Кеннеди, да, тут самый, которого убили в Далласе. Вадим, догоняйте. Ну, это Ангела Меркель. О, Ангела Меркель, все буквы на местах, отлично. Сережа. Барак Обама. Барак Обама? Точно Барак Обама, он родной. Вадим, ваши. Рузвельт. Рузвельт. Ой. Трижды герой Советского Союза Рузвельт, отлично. Брежнев. Брежнев, да. Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза в эпоху, которую сейчас называют эпохой застой. Ничего, жил я в той эпохе, ничего не застоялся. И последний ваш удар. Елизавета. Что Елизавета? Вторая. Вторая. А чем она занимается, рабочая? Она королева Англии. Это Елизавета Вторая, вы совершенно правы. Королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии. Итак, Сереж, а вы знаете, что вы совершили такое маленькое чудо? 145 у вас, Сергей, 125 у вашего соперника. Отлично. Вернись на места, потому что сейчас мы начинаем самую крутую игру. Это наша риск-игра. Следующий бой. Итак, наша единственная игра со штрафом. Риск-игра. Правильный ответ – плюс 20. Неправильный – минус 20. Можно, конечно, промолчать, не нажать на кнопку, ничего не ответить. Ну тогда ноль. Итак, самый сильный, самый выдержанный, самый решительный, компетентный, ответственный и харизматичный игрок. Илья, кто это? Я даже не спрашиваю. Кристина у вас. То же самое. Благодарю вас. Капитанский бой. Вперед! Лидеры, вперед! Итак, лидерский бой. Лидеры, но наши темы повторяют темы игры дуэльные. Итак, начнем. Лидеры, у греков ею владели хариты, а не же грации. И это слово означало дар притягивать к себе внимание. Кстати, она должна быть и у настоящего лидера. Она, хариты ей владели. Прошу. Харизма. И это правильный ответ. 165-125. Продолжаем. Сладкий бой. Он искренне считал мед самым лучшим подарком. И Кристина. Винни-Пух. Лучший подарок, по-моему, мед. Это и Офг сразу поймет. 185. Илья, вам нужно что-то с этим делать. Сказочный бой. Эта рыба была круче золотой рыбки. Она даже печь заставила ездить. Кристина. Щука. Щука. Блеск. Эта площадь, Максим вот знает, есть и в белорусской ветке, и в российской Москве. Какая? Красная площадь. Блеск. Хорошо, Илья. Ну и заканчиваем водяной бой. Он отвел волверики Алфея к скотному двору царя Елисфея, совершив подвиг изобретательности. Да. Геракл. Блеск. Ну что же, не сначала так Илья повели себя. Ну, Кристина просто дала человеку почувствовать себя умным. Итак, товарищеский наш бой завершается со счетом 165-205. Хотя вы можете вот сейчас, Кристина и Илья, перед моей стойкой встретиться, пожать друг другу руки. Бойщики товарищеские. Благодарю вас. Вернитесь на места. Сувениры от телерадиокомпании Гомель в команде Синих, в команде Ильи Барковского. А вот в выигравшей команде вот такие вот символы нудрости. Я не поленюсь сходить и вручить персональную сову нашей замечательной Кристине. Кристиночка, берите и владейте, что называется. Вот и я исполнил свою давнюю мечту, вручил кому-то сову. Ну, не хрустальную, но тем не менее, тем не менее, тем не менее. Ну что же, дорогие мои, дорогие наши лидеры, решительные, ответственные, умные, трудолюбивые, харизматичные. Посмотрите в их лица. Я желаю вам хорошего лета, я желаю вам прекрасных каникул, замечательного отдыха, новых друзей. Ну и самое главное, когда вы в сентябре сядете снова за парты хорошей успеваемости. Так что смотрим пятерку, получаем десятки, играем! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!